отдельно рассмотрим примеры работы при сколиозе да значит как правило сколиоз допустим вот правосторонний до сюда ребра по сути просит смотрю отростком ущупать он правосторонний чаще всего ну процентов 95 всегда совмещается с ротация этих же позвонков то есть если вот естественно ушел сюда то противоположно ратируется тоже к нам получается поднимает реберную вот эту дугу поперечную отростками вверх да она выбирает назад получается соответственно со стороны грудной клетки то есть если потом работал сзади мы жмем на поперечную сюда до стараемся хватает спереди они будут со стороны нормально но вот эти тогда уйдут вверх вперед во первых причем поднимется до уголок будет выше торчать вот так а мы будут эти ребра управлять солныя моих лежит на спине берем упор прямо лёбра прям рядом с грудиной до вдох делает человек и выдох это вот при правой стороне сколиозе ой извините правосторонний вот это правда вот они ушли вправо позвонки здесь поперечные отростки поднялись туда там ребра ребра друг друга торчит сзади да вот здесь а здесь наоборот впереди вперед пошла что надо будет еще дополнительному развернуть немножко вот так вот и опять за ребра мы давим туда можно поставить ребра идут вот так вот так вот так поднимаются сзади и упираются вот вот сколиозную часть потому что начну туда наблюдаем на выдохе выдох и вот туда из рывков все без толчков толчок в конце вот мы до преднапряжения нашли и толчок туда теперь если одно ребро какой-то там выскочила до вот правило могу скакивать здесь либо где грузина берем находим это ребро допустим допустим здесь до упираемся в него опять по уходу у роста ребер да смотрите в каждом отделе они вверху перпендикулярны чем ниже тем они были наклонами больше на фонда есть пример наклон ну сколько тут я не знаю бросов 10-15 до примерно уперлись тянем и потом такое движение это выхлопать слышим и человек ой нет ничего не пугайтесь буквально через пару минут там все отляжет на круги своя так где там в сустав лично нет прям в лесном суставе здесь у меня здесь если здесь да то есть вот ну допустим могу что-то цените за всем корпусом и сделали слопок но как правило как я говорил дома на терапия она не может закончиться только на правильные позвонков да потому что скорее всего будут перетянуты внутренние органы там связки всякие органы же не просто болталась в киселе да они на каких-то там святочках висят нам надо будет эти связки подправить условно говоря берем за желудок желудок прям под солнечным плетением находится давлением вверх и с выдохом вдохнули животом вдох выдох растягиваем связки в одну сторону выдох связки в другую сторону ну то есть тут он крепился к диафрагме здесь к печени диск поджелудочной железе да вот эти все вот мы растянули потом если допустим сколиоз вот в нашу сторону пошел да тут все ребра поперечная поднялись туда они ушли вот туда мы берем за эту сторону да и тянем на себя вдох вдох выдох за эти туда а это сюда ведь то есть мы представляем чтобы давим через ребра вот так на позвоночник там поворачиваем с той стороны и расправляем диафрагму времена четвертого ребра 1 2 тут идет диафрагма так она вынесли да вот мы ее умозрительно представляем где мы представили да вот там она и происходит действие вы не думать что туда залезть рукой или как-то еще до умозрительно за основание ребер берем вдох животом и выдох вот такая вот работа нам предстоит сложно про внутренние органы и про висцеральную терапию я расскажу вам в следующем видеоролике а сейчас я с вами не прощаюсь до новых встреч с вами был олег аллах гудвин подписывайтесь на канал пишите ставьте на колокольчик значок до чтобы нового упоминания были о новых полезных видео и не забывайте меня лучше приходить на тренинги обучаться